Михаил, здравствуйте! Знакомились с лекциями и книгами Роберта Сопольски по нейробиологии, в частности, с современной позицией ученых в вопросе о свободе воли. Тема настолько серьезная, что некоторые уже поднимают вопросы о фундаментальном пересмотре подхода к человеку в нынешней судебной системе. Готовы ли суды при Анкапе идти в науку с наукой? Вы не понимаете, что такое наука? И я давно говорю, что хочу об этом снять видео, но действительно, я пока просто еще не до конца собрал эти мысли в голове, но вот на стриме я кое-что озвучу. Научные выводы — это не истина в последней инстанции. Удивил, короче, молодец. Вау! Кто бы мог подумать. Потому что наука — это не вывод, наука — это метод. Правильно, наука — это метод. Кстати, у него понимание науки более хорошее, чем у многого-много у кого. Вот научный метод может приводить нас к тем или иным выводам, но эти выводы будут пересмотрены, как только научный метод какую-то новую информацию получит, и эта информация перевернет картину мира с ног на голову. Ну, с ног на голову — нет, такого не было. С тех пор, как существует научный метод, не было ни одного переворота картины мира с ног на голову. Там уточнения скорее шли. Вот то, что сегодня выдают за науку, особенно люди левых взглядов, это самый вульгарный сциентизм к науке не имеющий. Вообще. Ой, все, сиентизм не имеет никакого отношения к науке. Ладно, все, деградация пошла. Градус деградации повысился. Хорошо. Христиане не имеют никакого отношения к христианству. Сиентисты не имеют никакого отношения к науке. Буддисты не имеют никакого отношения к буддизму. Хорошо. Окей. Хорошо. Берем, короче, смирительную рубашку срочно. Никакого отношения. Если вам затыкают рот под видом того, что наука решила так, а не эдак, гоните этого человека в шею, этот человек шарлатан, этот человек проходимец, этот человек не умеет мыслить и не понимает, что такое наука. Ну а кто понимает, что такое наука? Расскажи мне, пожалуйста, чувак. Ну про метод правильно, скорее надо фокусировать внимание на методе. Это, по крайней мере, то, что в естественных науках более-менее, общие положения методологические, они более-менее похожи, едины. Есть определенные предустановки даже для всех естественных наук. Но когда речь идет о чем-то более тонком, ну, например, гуманитарной науке, там с методом уже вообще что-то происходит странное. Там абсолютно другие методы. Абсолютно ненаучные с точки зрения естественных наук. И это вроде бы нормальным считается, но ладно. Потому что научный вывод не бывает окончательным. Научный... Бывает. Смотря кто делает, смотря какой ученый его делает. Ученый может считать, что это вывод окончательный. Научный вывод это консенсус, который... Не, но здесь есть как бы корень такой правдивый, то, что научный вывод не является окончательным, потому что наука соответствует критерию Поппера. Как только вывод становится окончательным, у нас больше не работает критерий Поппера, потому что мы не можем дальше опровергать данное утверждение. Если мы не можем его опровергать, то есть фальсифицировать никаким образом. Соответственно, данное высказывание теряет статус научного. Является, исходя из данных, которые сейчас доступны, но эти данные неполные. Пытаться выводить истину из сиюминутного научного вывода, это самое просто вопиющее шарлатанство, которое существует в современном дискурсе. Зато как глаза у него горят нереально. Это шарлатанство, которое было военизировано за последние 20 лет. На самом деле, чуть раньше было военизировано, еще в 60-х просто оно иначе использовалось немножко. И когда, в принципе, человек начинает говорить, что а наука решила так, а не эдак, это буквально такой суррогат обращения к Богу, к высшему авторитету. Ну тут есть такой элемент, я согласен со Световым. Действительно, имеется элемент обращения к Богу, к чему-то высшему, к чему-то стоящему надо человеком. А наука решил, а наука вот что говорит, а наука вот, наука тут, наук там, наука все порешала. Притом проблема еще заключается в том, что да, наука это метод, просто истинный ли это метод или не истинный? Может ли наука вообще породить что-то правдивое? Является ли наука по-настоящему надежной или нам только кажется, что она надежная? Может быть есть более надежные методы, не научные, но более надежные? Может быть мир не так просто устроен, как науке кажется, например, да? Мы можем задать еще тысячу вопросов, которые нас выбьют за пределы этой методологии, что тоже неплохо было бы сделать для того, чтобы научиться, как сказал Светов, мыслить. Что не вздумай мне перечить. И под это дело именно поэтому, под научные, в кавычках, да, под видом научных выводов сейчас разрушается свобода слова, разрушается правовое общество на Западе, потому что это форма тоталитаризма, это форма... Наука не занимается созданием корабля Элеон. Поехали дальше. ...тотального мышления. Наука не про тотальное мышление. И причина, почему я никак не сниму об этом ролик, потому что эти мысли, их нужно очень изящно выразить, чтобы их нельзя было вырывать из контекста. Но, конечно, основная мысль, основной посыл... Так выразить из контекста можно все что угодно. Как бы мы изящно не выразили мысль, ее всегда можно выразить из контекста. Породвигая уже не первый год, это что нету никаких научных истин. Есть научный метод и некоторые сиюминутные выводы, к которым этот... Ну, они не очень сиюминутные, но они бывают там, не знаю, основываются на опыте двух столетий исследования, например, того или иного вопроса. Не очень сиюминутно порой. Сто лет исследования по многим вопросам. И так далее, так далее, так далее. Научный метод... Так ли, он корабли делали до того, как, в принципе, появился научный метод. До того, как научный метод появился, у нас были всякие, не знаю... Ну, вы можете сделать самолетик из бумаги, и он полетит, когда вы так сделаете. Для этого вам не нужны никакой науки. И вот это от того, что... Спасибо, Данис. Ссылка удалена. Спасибо. Вы к этому выводу сейчас пришли. Не следует, что этот вывод имеет какое-то серьезное отношение к реальности, данные нам в ощущениях. Особенно, когда мы говорим про социальные науки. Особенно, когда мы говорим... Ну, социальные науки, там вообще другой метод просто. Тут, видите, Светов решил на метод неожиданно опереться, но почему-то, собственно, взял и съехал. Съехал с методологии на социологию какую-то. У одних и наук один метод, у других другой, и эти методы не сводимы к друг другу. Методы гуманитарных наук совершенно не сводимы к методам естественных. Про конкретно Сапольский я не читал, но я примерно знаю спор про детерминизм и эндотерминизм, и что это все уходит в квантовую механику. Вот про квантовую механику мы знаем так мало, что пытаться подстраиваться под какие-то выводы, которые вот сегодня были такие, а вчера были другие, а послезавтра будут третьи, это самое вопиющее шарлатанство, которое себе можно придумать. Не нужно этим заниматься. Наука, научный метод, это ценнейший метод по познанию мира, это ценнейший метод, который позволяет двигать цивилизацию в сторону просвещения, в сторону лучшего понимания себя, но когда это военизируется, когда это становится политическим вопросом, когда из научных выводов, сиюминутных, я подчеркиваю, пытаются писать политические законы и делать политические выводы. Проблема в том, что и многие практики существовали и существуют без теории. На протяжении долгого времени люди описывали различные практики не с помощью научных теорий, потому что не было никакой науки, не было никакого научного метода, и всё было как-то вот нормально. То есть, тут много всяких интересных нюансов. В этот момент это превращается в худшую форму шарлатанства, превращается в худшую форму манипуляции, и я просто вот это, из всего, что сегодня происходит, это меня вымораживает больше всего, потому что это, во-первых, порочит науку и научный метод. Ой, науку что-то порочит? Ой-ой-ой, бедная наука опорочена неожиданно. Ой, она прям вообще ей плохо только что. Ой, наука опорочена. Ой, наука уничтожена. Ну, не уничтожена, в смысле, ой, бедная, бедная. Надо её защитить. Видите? Видите, какой пафос у Светова? Несмотря на то, что он, в принципе, выдал несколько правильных предложений, он всё равно пытается оправдать науку любой ценой. Ну, при том, что наука – это институт власти. Она властна. В ней, внутри науки, есть иерархия. Наука антилибертарианское вообще устройство, на самом деле. Это устройство, в котором дохуища всякой власти. Интересно. Ну, ладно. Метод. И может дискредитировать их на многие десятилетия, потому что люди просто начнут относиться к людям, которые говорят про науку, как они к ведьмам относились. Вот я, на самом деле, начинаю постепенно понимать, почему там ведьм на кострах жгли. Не в смысле понимать, что это хорошо или плохо. Нет. Ну, Егор, метод комментировать всё равно надо. Чё делать? В смысле, вот могу себе представить, что до такого же иступли. Но даже это лучше, чем видеобалмейстеры, например. Серьёзно. Были доведены люди, когда какая-то группа шарлатанов, освоивших пару трюков, начинает использовать эти, значит, трюки для того, чтобы подчинять своей власти всех несогласных. Я сейчас очень сильно нафантазировал, чем руководствовалось гонение на ведьм. Да, это не имеет отношения к реальности. Это фантазия такая. Леон пишет. Ты ошибся. Либертарианство — это не про отказ от иерархии. Это против монополии иерархии. Ну так наук — это монополия иерархии. Это вообще познавательная монополия сейчас единственная и самая тотальная за всю историю человечества в интеллектуальной сфере. Это монополия всех монополий. Самая главная и самая мощная за всю историю человечества. Мощнее любой религии сейчас. Сейчас нет ни одной религии, которая могла бы конкурировать по количеству верующих людей в неё с наукой. Потому что наука преподается в школах, в общеобразовательных. За всю историю человечества никогда не было таких общеобразовательных школ, которые преподавались бы всем на протяжении большого количества лет и так далее, и так далее, и так далее. И такого количества людей никогда за всю историю человечества не было. Соответственно, образовательные ресурсы современной науки настолько велики, что это ставит науку на несколько позиций впереди любой философии, любой религии. Это настолько монопольная монополия, что монопольнее ничего не бывает больше. Это даже более монопольная хуйня, чем любое государство, честно. Наука куда более монополистическое устройство, более монополистическая штука, чем все, что вы знаете вообще вокруг себя. Google хуйня, Apple хуйня, все хуйня, все хуйня. Нет более мощной монополии, чем научная. Смиритесь. Вас не учат в школе покупать продукцию Apple. Вас не учат в школе слушать там какого-нибудь мудака. Вас не учат в школе Google пользоваться, более того. Когда вы выбираете между Google и Яндексом, никто над вами смеяться не будет. Вы можете выбрать Яндекс. Все хорошо. Все отлично. Но. Но. Если вы начнете критиковать науку, вы шиз. Если вы начнете как-то сомневаться в науке, вы шиз. Если у вас что-то не так с наукой, вы шиз. Если вы не знаете все, что там вы говорите про науку, если вы допускаете ошибки в тотальном количестве вот этих вот высказываний, которые приводите в качестве примеров из науки, вы шиз. Если что-то не так с гигантской этой наукой, вы шиз. Если вы не знаете что-то из школьного курса, вы шиз. Короче, понимаете, автоматически, просто автоматически. Выбирая между Google и Яндексом, ну, вы еще не шиз. Хотя Google вроде бы и монополия, да, но не такая мощная, чтобы у нее не было конкурентов. Зато многие люди считают, что в области познания, большинство людей считает даже, подавляющее большинство людей, что у науки в области познания конкурентов просто нет. По крайней мере, когда речь идет о натуральном познании, уж точно. Вот. Наука настолько мощная монополия, что, ну, вот-вот-вот, серьезно, у вас нету сопоставимого примера, чтобы с ней как-то ее что-то сопоставить. Нету ни одного чего-нибудь там, в мире, в нашем, что сейчас сильнее науки. Простите. Ни одно государство не сильнее науки. Просто пытаюсь мышление. Я просто вижу, что постепенно-постепенно в сознании современного ферментируется у людей такое отношение к ученым, и это несправедливое отношение к ученым. Потому что ученые, а не шарлатаны, разумеется, частью проблемы не являются. И любой честный ученый, который не пытается заниматься политикой, а занимается только наукой, он прекрасно понимает те вещи, которые я сейчас озвучил. А именно, что научный вывод временен и не является истиной. Теория эволюции временна. Вопрос. Следующий вопрос. Теория эволюции временна. И спросите у Панчина и у других ученых, является ли она временной. Это теория, не теория. Насколько она достоверна? Какова вероятность того, что теория эволюции изменится? И так далее, и так далее, и так далее. Особенно, когда мы говорим про общественные науки, где в принципе истина не даст... Общественные науки не науки, дядь. Короче, здесь надо еще разобраться. Я напоминаю, что Светов не считает наукой математику и правильно делает. Но при этом считает наукой социологию. По какому принципу? По методологическому. Но метод социологии отличается от методов естественных наук. Но математический метод тоже отличается от методов естественных наук. Это тоже очевидное высказывание. Радикальные отличия имеются между этими методами. Единственное, наверное, что роднит и математику, и социологию естественной науки, это некая очень базовая рациональность. Притом математика не скована, например, эмпирическим опытом. Да и социология не то, чтобы сильно скована эмпирическим опытом. У них там опыты немножко по-своему проводятся. Не так, как это принято в естественных науках. Так что, ну и предмет другой, соответственно, и по-другому как-то исследовать это тоже не получается. Понятно, почему у них другой метод. Ну вот. Ну вот и все. Ну, блин, не знаю. По-моему, Светов зря лезет в науку. Наверное, он ничего хорошего там не скажет. При этом у него есть вот этот вот детский огонь в глазах, как он этих ученых хвалит науку, пытается отделить сиентизм от науки. Довольно типичная тенденция для современного общества. Все люди, которые хотят защитить бедную науку, они хотят защитить ее от плохих-плохих-плохих сиентистов, плохих-плохих научпоперов, которые портят все, да. При том, что эти научпоперы нередко являются сами учеными и представляют мнение наибольшей части ученых, скорее всего, да. То есть Панчин – это какой-нибудь тривиальный биолог, который вот тривиально относится к философии и ко всему, что с ней связано. Тривиально относится к познанию. Спасибо, Федор. Ссылка удалена. То есть вот позиция Панчина, она, скорее всего, такая, знаете, усредненная, более-менее в научном сообществе, соответственно. Вот, и надо смотреть, вот что такое биология, что такое наука, надо смотреть по примерам самих ученых, что сами ученые думают. Наука – суть мнения самих ученых и методы, которые они используют, плюс методы, которые они используют. Вот, а тут стандартная модель поведения. Наука хорошая, а вот сиентисты и научпоперы плохие, оказывается. Ну, окей, окей, пусть будет так.